С 1 января 2015 года на территории Ленинградской области реализуется областной закон номер 62 о предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов. С 2015 по 2017 годы в Сланцевском районе в рамках реализации этого закона были отремонтированы индивидуальные жилые дома шести ветеранов Великой Отечественной войны, членов семьи ветеранов и блокадников, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта и изъявивших желание на ее получение. В Искатское сельское поселение отремонтирован один дом участника Великой Отечественной войны, утеплен фасад дома, заменены оконные блоки, облицованы оконные откосы. Загривское сельское поселение отремонтирован один дом блокадницы, утеплен фасад дома, заменены оконные блоки, облицованы оконные откосы. Новосельское сельское поселение отремонтирован один дом участника Великой Отечественной войны, также утеплены фасады, заменены оконные блоки, облицованы оконные откосы, проведено укрепление фундамента дома. Старопольское сельское поселение отремонтировано два дома. Дом участника Великой Отечественной войны. Отремонтирована крыша. И дом супруги участника Великой Отечественной войны. Отремонтирована крыша. Заменены оконные блоки. Облицованы оконные откосы. Черновское сельское поселение. Отремонтирован один дом супруги участника Великой Отечественной войны. Отремонтирована крыша. В конце декабря 2017 года в областной закон были внесены изменения, в результате которых список категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки для проведения капитального ремонта жилых домов, был дополнен бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Администрация Исландцевского муниципального района совместно с администрациями сельских поселений была проведена работа по выявлению граждан, бывших несовершеннолетних узников, имеющих право на социальную выплату для проведения капитального ремонта жилых домов. В 2018 году в Сланцевском муниципальном районе получили социальную выплату на проведение капитального ремонта жилых домов три семьи бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Одна семья в Сланцевском городском поселении, две в Черновском сельском поселении. На сегодняшний день все три дома отремонтированы. В Сланцевском городском поселении социальную выплату получил Леонид Маркович Молодченков. В его доме, где проживают два человека, была отремонтирована крыша. В Черновском сельском поселении в рамках этой программы был отремонтирован дом Анастасии Михайловны Русаковой, где произведена облицовка фасада, ремонт полов, печного оборудования и замена входного дверного блока. Еще одну социальную выплату в Черновском сельском поселении получила Александра Николаевна Горбачева. В ее доме также был выполнен ремонт полов, ремонт и утепление чердачного перекрытия и потолка, а также было отремонтировано печное оборудование. Звоню. Они приехали, он с книжкой. Я говорю, ну уж я разбираюсь там что-нибудь. Потом, говорит, давайте оставим так. Ну, они хотели что-то там подделать, и Роман Александрович отметился. Давайте оставим. Ну, оставили, а когда комиссия пришла, печка уже замечательно отопилась. Я говорю, Роман Александрович, передайте Леше, что все в порядке. Что я тут это зря паниковала. Спасибо большое. И эти приемщики такие добрые, девчата, смету приезжали, составляли. Я всем довольна. Всем рабочим довольна, ну и своим детям. Напомним, что субсидия на ремонт индивидуальных жилых домов предоставляется по заявлению ветерана. Средства перечисляются администрациям муниципальных образований, которые для проведения ремонта домов выбирают подрядные организации, а ветераны получают соответствующий сертификат.